Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают придется я чё-то не очень хочу сидеть на бензине кошмар блин что ты меня как собаку на обоссанный ковер тыщишь присаживайся на кре что происходит сло которое испортил ну куда ты есть такой персонаж шубака он делает вот так я не могу чуваку делать намеренно куда прибудет с вами сила он так точно попал в персонажа звуки лося в брачный период вы публично и во все услышание заявляли что джордж буш не заботится о темнокожих скажите а почему вы думаете что дональд трамп заботится о них давайте прервемся на рекламу чтобы конья подумал это болезненный вопрос я не против боли тебе нравится когда немножко больно да тебе нравится когда дергают за волосы да немножко более никогда не помешает да буквально чуть-чуть сзади по-дружески вчера вечером она была здесь и она кое-что сказала про вас послушайте я ему говорила ну чего ты такой угрюмый перестань все хорошо он похож на угрюмого кота из мемов вот так все время делает я был вегасе со своим другом спортсменом они неплохо зарабатывают и вот мы отдыхаем вегасе держи в голове что он значительно богаче меня и я пытаюсь держаться на уровне чтобы он не сделал я пытаюсь повторить в клубе он заказал столик и я заказал столик он говорит но мы же вместе я говорю и что я тоже богат я хочу отдельный стол я могу тратить бабки я буду сидеть за разными столиками мужчина несмотря на рост я взрослый вытусуемся он заказывает выпивку я тоже заказал он заказал женщин я не заказывал но я поглядываю у него был день рождения просто и я присутствовал да мне принесли счет не буду брать мне он не понравился счет был такой большой что я подумал что это номер телефона и просто огромный и вот почему с ним больше не тусуюсь на следующее утро я проснулся от звонка моего друга он говорит эй прошлой ночью было супер классно я говорю ну да он говорит давай еще раз повторим сегодня я сказал нет я два раза не могу ходить потому что у меня на карте было всего на один раз я был конкурентом твоего парня типа того но блин я на тебя посмотрел и ты так ужасно танцуешь какого хрена нет не надо я была на красном ковре и один парень у тебя шикарные течки подожди что я такая чего прости меня а он опять птички шикарные я а мы так говорим вообще он как бы что вчера родился мы уже так не делаем это ненормально и рядом с ним стоит женщина и она такая ну да он прав и я ну хорошо спасибо и потом они продолжают птички твоего мужа еще лучше и я о твиты твиты твиттер мои твиты шикарные весьма необычное решение сказать хорошо да на съемки в этом фильме ты знаешь мне кажется я не знала на что я соглашаюсь так потому что я не знала как делаются эти фильмы ты знаешь я была в пустыне мы же тебе все объяснили это было слишком быстро и в первый же день съемок что мы сделали там спрыгнули создание до первый день съемок у нас это я матерюсь и выкрикиваю самые ужасные слова прямо мне в ухо в ухо тебе да и она извинялась прости меня том прости прости что я так сказал о том прости мне просто страшно то он прости худшие слова на свете и когда мы спрыгнули он посмотрел на меня и сказал вот что добро пожаловать на миссию на криш мэтт да кого бы ты выбрал монику или рейчел прекрасный вопрос я должен сказать я бы я бы выбрал я бы выбрал фиби она классно выкрутился у меня больше не пугают вообще я не боюсь клоуны меня больше не пугают вообще я не боюсь клоунов а я слышала наоборот я бы сказал тут дело не только в том что это клоуна в том что он еще неожиданно выпрыгнул знаешь мы были бы похожи как близнецы если бы тебе отрезали ноги по колено и ты бы никогда не ходил в спортзал есть общего это длинные шикарные волосы будь осторожен джейсон я читал одно ваше интервью вы сказали всех людей после 60 нужно пристрелить когда я был подростком я считал что всех кому больше 60 нужно убить чтобы они не занимали место на планете сколько вам лет пора стрелять имя фамилия знакомые музыкант или актер это невежливо ой простите тут из кресла лягушка выпрыгнула честный да неловкая ситуация казалось бы но вы будете удивлены когда я скажу вам что на ютубе есть целые нарезки с тем как пердячит вупи голдберг на разных передачах она сама в интервью говорила что ее имя вупи а это если что ее псевдоним далее друзья потому что клапан ее постоянно подводил что с этим делать это нормально как бы держать в себе ну типа понятно некрасиво пердеть на людях держать в себе иногда бывает тяжело а иногда даже и больно я тебе открою небольшой секрет вообще-то есть лекарства для кишечника ну понятно что самое главное если собираешься в люди просто исключаешь из рациона накануне газообразующие продукты александр это все просто не всегда это получается иногда бывают осечки но это потому что скорее всего у нее синдром раздраженного кишечника на ничего с этим не может поделать кроме как как-то пытаться пофиксить эту проблему выше указанными способами но это опять же это не стопроцентная гарантия не быть не это как тому здесь она часто на передачах не будет же она постоянно на них сидеть на этих веществах это наверное не очень хорошо для организма на диете хорошо для организма на диете как корабль назовешь так он и поплывет то есть ты пошла гулять с собакой ну не совсем послушай я типа а там что можно собак выгуливать а здесь дают гостям поговорить вообще дают если они знают о чем говорят я была влюблена в тебя серьезно ничего себе да я говорила с гардеробщицей такая господи он такой классный о боже я просто не могу с него она такая дорогая он женат и такая отлично я сваливаю мне не нравится это место тогда давай кончать что-то неловко как-то да ну да там была сцена я должен был помочь уорвику смыться в унитаз ну обычное дело и я сгибал ему ноги ну запихивал не боялся его сломать и значит я давлю на него умирает смеха он тоже и вдруг он говорит мне посмотри на джонни я поворачиваюсь а джонни говорит не возражаетесь я на вас подрачу я думала каждая девушка умеет так делать я умею еще накачала и накачала ну я умею так делать возможно не так эффектно то что у меня нет надувных сисек ну и на передаче оба этого демонстрировать не стала сидит там определенный импланты сидят и она шевелин грудями как ты вообще находишь на мышцы чтобы это тебя да и вот так вот господи спасибо что пришла нам нужно так много всего обсудить и в первую очередь и ты капец красивая это даже не вопрос а я начал нашу беседу с утверждения потери на кольте а шоу эллен камера засняла женщину за сценой которая взяла больше мерчендайза чем было положено после этого эллен пригласила ее на шоу и показала это всем зрителям ты еще берешь тихо ты не пали это неловко да но это должно стать для вас уроком уже стало вы думали никто на вас не смотрит но мы посадим вас в тюрьму эллен прямо сейчас я веду это шоу уже много лет и ты наверное первый мой гость который вышел с телефоном буквально первый я ищу кое-что для тебя что тебя развеселит хорошо я жду я снималась в рекламе для спида какое-то время назад ну не для спида против спида а это кто вообще я не знаю чтобы бороться со спидом правильно да и мой папа это увидел и прислал мне вот это письмо я знаю что он хотел сказать но получилось вот это да давай посмотрим что там пришло от бати это твоего отца по поводу рекламы спида спид это чудо господи понятно что именно хотел сказать я тоже поняла это было очень трогательно хочешь еще что-то показать да я очень хочу я кое-что вам покажу это можно сделать с телефоном каждый может это сделать давай посмотрим мы сделаем фотку давай повернись вот так на бок вот типа того да и губы покажи чуть-чуть расслабь губы собери вместе и чуть-чуть достань свой язык еще чуть-чуть язык нет я конечно ожидал что она пошутит на что-то связанное с вагиной но я не думал что она телефон туда приложит засранка ушел такой выглядит классно жалко что ты сбрил бороду да губёхи твои отлично подходят блин что же мы делаем это обойдет в вечность перестань уже а что такого это просто рот это просто губы да ты вечно попадаешь передряги ты такая нет мадонна нет нет пожалуйста я мадонна перестань пожалуйста что же сделать вырубай я сначала подумал вообще что это лицо почему-то так спасибо за просмотр увидимся и и Продолжение следует...